Сочинский профессиональный техникум представил на выставке экспозицию с видеороликом. Студенты рассказывали школьникам о рабочих профессиях, которые сегодня востребованы на рынке труда. Столлер, автомеханик, электрик, мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ, повар, кондитер. С каждым годом популярность сочинского профессионального техникума растет. В этом году у нас создается региональная площадка сетевого взаимодействия по подготовке кадров в области строительства. Мы получили федеральный грант на закупку оборудования и создание этого центра. Этот центр будет объединять семь учреждений краевых. Все более востребованным становится авторский ремонт с составлением дизайн-проекта. Поэтому и подготовка специалистов ведется с учетом современных материалов, в том числе декоративных. Выбрал эту профессию, потому что она мне нравится. Я люблю эту работу. В нашем техникум много разных профессий, на любой вкус. На базе техникума при участии компании Кубанинерго пять лет назад был создан ресурсный центр по энергетике, что позволяет студентам проходить практику в сочинских электросетях и после окончания учебы туда же трудоустраиваться. Такая программа социального партнерства между учебным заведением и предприятием Кубанинерго отмечена на краевом и федеральном уровнях. Со дня начала сотрудничества объем выпускников для специальности электрификация выросло уже более чем в два раза. Более 25 студентов уже трудятся у нас на предприятии. А в свете последних трендов и цифровизации производства, цифровизации технологий, востребованность студентов, которых выпускает ресурсный центр, становится все актуальнее и актуальнее. Студенты и сами не прочь помогать. Из сосны они сделали мебель для самых маленьких. Их подшефный детский сад получил на днях три столика и 12 стульчиков. Особенно хочу выразить благодарность за такой великолепный подарок. Наши ребята будут очень рады. Связи с дошкольными и школьными учебными заведениями становятся от года год прочнее. На выставке «Сделай свой выбор» между сочинским профессиональным техником и школой номер 10 был подписан договор о сотрудничестве. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.